Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас замечательный гость, экономист, ученый Игорь Липсиц. Будем обсуждать события, которые происходят прямо сейчас. Добрый день, Игорь! Здравствуйте! Ну вот начну с того, что положение на фронте все знают. Помощь, которая потихоньку начала идти, хотя Зеленский говорит, что она идет не в таких количествах, как было обещано и как мы ждем, но все равно она потихонечку идет. Нет самолетов, нет Аф-16, но мы уже все поняли и поняли давно, что война это прежде всего, конечно, экономика и логистика. И поэтому так важны все вопросы, которые мы с вами обсуждаем. Начну с событий, которые происходили в это время, когда мы с вами не виделись. И, наверное, начну все-таки с поездки Путина в Китай. Каковы экономические, геополитические, с вашей точки зрения, результаты этой поездки? Чего хотел Путин, что он получил? Ну, может быть, он много чего хотел, но вот вопрос в том, что формально, в открытой части результатов он мало чего получил. И формальные, открытые результаты, они какие-то такие достаточно даже смешные. Сейчас вся Россия потешается над организацией поставок топинамбура и говяжьих хрящей в Китай. Это на полном серьезе было подписано в присутствии Путина такое соглашение. Это очень смешно звучит. Подписание соглашения по топинамбуру в присутствии президента России. Это очень смешно, но ничего более крупного не было, не заявлено ни об одном крупном инвестиционном проекте. Не сказано, что Китай даст России какие-то займы на поддержание экономики России. Ничего этого нет. Нет самого главного, о чем мечтал многие годы Путин, о соглашении о газопроводе «Сила Сибири-2». Это все так и подвешено остается. Стороны договорились о том, что они будут договариваться. Примерно так это звучит, и ничего другого нет. Ничего формально не сказано по поводу решения проблемы с платежами за китайские товары, которые зависают в китайских банках. Китайцы отделались общими словами. Может быть, есть какие-то секретные соглашения, мы этого не знаем. Всегда мы знаем, бывает секретная дипломатия, секретные соглашения, секретные протоколы. Возможно, они есть, но мы этого не знаем и можем только предполагать. В открытой части никаких серьезных результатов нет. Пожалуй, только забавно то, как Путин сказал, что он отдает китайцам полностью российский автомобильный рынок на откуп. Делайте, что хотите. И тем самым он, что называется, пожертвовал автовазом. Потому что руководство автоваза кричало, что китайцы их убивают, выничтожают, вытесняют из последнего сегмента автомобили для бедных. И нужно защитить автоваз. Но вот Путин сказал, что нет, никого защищать не будем. Китайцы победили в честной конкурентной борьбе на российском автомобильном рынке. Поэтому мы очень рады, если вы в этот рынок будете дальше захватывать. Ну вот картина такая. То есть вместо импортозамещения в автомобильной промышленности весь авторынок отдали китайцам, лишь бы они взяли, лишь бы они продолжали дружить, лишь бы они поставили хоть какие-то товары в России. Вот это то, что видимо. А что секретно, ну этого я не знаю. Ну, мы видим, что вот на фоне этих, так сказать, взаимоотношений Путина и Си, я думаю, что вы знаете, конечно, может быть какая-то закрытая часть, я с вами согласна. Но мне кажется, что если бы они подписали соглашение по строительству газопровода, Путин бы это торжественно провозгласил на весь мир. Это же вопрос престижа, и тут скрывать нечего. Или, например, если бы удалось разморозить ситуацию с банками тоже. Мне кажется, что просто нечем особенно хвастать. Ну, в скрытой части может быть соглашение о вооружениях, да, там, о продаже оружия, еще что-нибудь в этом роде. Но по экономике, видимо, все-таки ничего не произошло, Игорь, как вы считаете? Ничего нечего? Из-за того, что вы предполагаете, что они договорились о поставках оружия, тут тоже сложная история. Смотрите, Китай очень сейчас, ну как вам сказать, осторожничает. Я объясню, смотрите, ему сейчас очень не хочется ссориться не только с США, но и с Европой. Он все время пытается играть на противоречиях между США и Европой. И это очень забавно, что эти противоречия есть, и Китай пытается на этом сыграть. Сейчас очень такая была забавная история, это вот с пошлинами на китайские электроавтомобили. Американцы решили эти пошлины поднять до 100% и призвали Евросоюз сделать то же самое. Но Евросоюз устами там глав Германии и Швеции, насколько я помню, сказал, ну нет, 100% пошлины слишком много, давайте 25, не будем Китая обижать. Поэтому, если Европа будет получать информацию о том, что вот все-таки китайское оружие активное, массово идет в Россию, используется для, так сказать, борьбы с Украиной, то я думаю, что вот эта толерантность Европы будет падать. Поэтому я не уверен, что китайцы ради того, чтобы вот сильно там помочь России, склонны нарушать любые ограничения и склонны активно включаться в конфликт. И, в общем, я не думаю, что это для них настолько значимо, чтобы они вот решили поссориться с Европой в том числе. Потому что если они поссорятся с США и с Европой, то Китай умрет. Вот это никто не хочет понять, что все говорят, что Китай огромная фабрика, но эта фабрика живет за счет двух рынков. Рынков Северной Америки и рынка Европы. Все остальное не так важно. Если их будут, в общем, вытеснять с европейского рынка, а ведь к этому тенденции все равно есть. Потому что все поняли, что слишком сильная зависимость от Китая, слишком сильная связь с Китаем вредна для экономики Европы. Сейчас в Германии основная тема – это как нам разорвать связь с Китаем, так же, как мы разорвали связь с Россией. И в этой ситуации предполагать, что Китай будет безумным образом помогать Путину, поставляя оружие и рискуя разорвать отношения с Европой, мне все-таки довольно трудно. Ну, несмотря на то, что все говорят о том, что идет капсуализация, в том смысле, что США делают все, чтобы не зависеть от китайских производителей, Китай делает все, чтобы не зависеть технологически от США, все же пока что они все очень зависят друг от друга, и они, мы видим, обменялись санкциями. США ввели заградительные эти санкции, о которых вы сказали, пошлины на автомобили. Тут же Путин подскочил и сказал, а мы все тут отдаем. А Китай ввел санкции против трех оборонных концернов США. Насколько это для США, так сказать, больно, да? Ну, там в том числе и Боинг, кстати говоря. Ну, большие концерны. Ну, тут ведь дело в том, что Китай пытается сейчас создать конкуренцию Боингу. Так что тут даже понятно, откуда корни растут, потому что они делают свой самолет, Камак, насколько я понимаю, и пытаются, значит, делать вот сейчас среднемагистральный самолет. В планах у них дальнемагистральный. Поэтому, кстати, Путин торжественно мявил, что эти самолеты делаются в сотрудничестве с Россией, что, конечно, чистой воды вранье. Но это изначально так предполагало, что Россия с Китаем будут вместе делать эти самолеты. Но выяснилось, что Россия, в общем, ни на что не способна, ни на что не годна, предложить ей абсолютно нечего. И, в общем, китайцы прекратили сотрудничество с Россией по этим самолетам. Насколько мы знаем, они будут ставить иностранную авионику, двигатели, правда, выйти вместо российских, потому что выяснилось, что Россия ничего предложить не может. Поэтому, значит, тут Россия не при делах, как говорят. Но Китай сейчас пытается войти в рынок таких больших самолетов, стать конкурентом для Боинга и Арбаса. Поэтому это некий такой предлог, чтобы вытеснить конкурента под предлогом участия в каких-то военных историях, вытеснить с рынка гражданских самолетов. Не забывайте, что экономика, она очень важна, и конкуренция, она тема, которую не забывать нельзя. Ну, все это действительно так, и, конечно же, для нас очень интересно, что произойдет у России с Ираном в связи со смертью президента, с гибелью, да, потому что всех интересовало, останется ли Иран поставщиком оружия для России. Всех интересовало, почему Путин, но панически, да, когда еще там для нас было непонятно, погибли все в этом вертолете или нет, он уже вызвал вместе со всеми, да, там, и Белоусов присутствовал на встрече, и все вызвал посла Ирана, и они о чем-то говорили, что это обсуждали. Что это может быть, что так взволновало Путина? Ну, никто этого и не знает, конечно, и я точно так же не знаю. Что-то может измениться с Ираном? Вряд ли. Насколько я понимаю, устройство иранского государства, президент – важная фигура, но не доминирующая. Все-таки не забывайте, что Иран – это теократия, то есть страна, управляемая религиозными, вождями, руководителями, а в общем не гражданской администрацией. Так что я не думаю, что это что-то кардинально изменит в политике в отношениях Ирана с Россией. Но и Иран не очень много можно. Обратите внимание, какая была, ну, странная ситуация в связи с трагической гибелью президента Ирана. Иран обвинил в этом, все боялись, что обвинят Израиль. Нет, они обвинили США, сказав, что это США виноваты, потому что США не поставляют им запчасти для авиационной техники, поэтому у них техника изношена, и она рухнула. Это к вопросу о том, что насколько легко Иран обходит западные санкции, насколько он за 40 лет компенсировал, вот это блокирование поставок не очень получил. Как видите, летает на старых вертолетах, плохо отремонтированными системами, и кончается это бедой. Это как раз прообраз будущего России. И я бы сказал, что россиянам, посмотрев на эту аварию с вертолетом президента Ирана, стоит подумать о том, как они летают на самолетах по просторам России, и не опасно ли это чрезмерно. Но это их дело, пускай сами решают. Россияне, люди, плохо понимающие слово опасность, слово риска, ну, пускай они сами для себя решают. Но видно, что, в общем, конечно, Иран не такой уж мощный партнер, он сам, видите, как бы не может справиться с запасными частями для имеющейся авиационной техники. И, в общем, то же самое происходит и в России. Мы наблюдаем, что в России сокращается количество, как это в авиации называют, бортов, летающих по рейсам, потому что, в общем, уже более ста самолетов практически не летают, с них снимают запчасти для ремонта еще летающих. И, в общем, это проблема нерешаемая. То есть, что Россия идет по дороге Ирана к отсталости, к деградации технологической. И, в общем, в этом смысле это становится такой светлой дорогой в темное будущее России. Мы тут вспомнили про Андрея Белоусова. И я подумала, у кого, как мне у вас спросить? Потому что мнения разделились. После его назначения сразу была прямо какая-то медийная истерика, что пришел чуть ли не мессия, человек с особой миссией, с особыми умениями, член группы бессмертных там, который принимал участие в таких и всяких научных разработках. Он-то сумеет сделать так, чтобы Путину было хорошо, и чтобы, так сказать, его военная экономика без коррупции, без всего, так сказать, быстро встала на военные рельсы. Ну, а я послушала там какое-то количество его интервью. Это было непросто, скажу вам. Это было безумно скучно. Но все-таки оказалось, что Андрей Белоусов, ну, такой обычно скучный человек, который, наверное, неплохой экономист. Наверное, понимает, что такое там экономические процессы. Но вот инсайдер сделал по нему расследование. Там масса каких-то фактов смешных, не имеющих отношений, но тем не менее там о том, что, так сказать, как он миллионы клал в Мальтийский банк, как он покупал какие-то гдивиллы, что он истово православный. День начинает несовещание с молитвы. Семь обетов Богородицы. Особенно мне понравилось, что он в тетрадку записывает свои моральные ценности и старается по списку их выполнять. Ну, это нечто. Знаете, все-таки кто-то там со мной не согласился, что он похож на чеховского героя, вот этого Акаки Акакевича. Но он вообще внешне, вроде бы, знаете, воплощение советского чиновника. Что скажете вы? Ну, я могу сказать, что он, конечно, человек умный, квалифицированный. Ну, как, знаете, так говорят, из той же конюшни, что и я. В этом как раз много забавно, потому что его папа был моим научным руководителем по диплому. Так что в этом смысле я понимаю. Он, как бы, тоже, знаете, из Гасплановского круга. Его папа был руководителем отдела в институте Гасплана. Мой папа работал в Гасплане. Так что у нас в этом смысле очень такие странно близкие исходные позиции. Но он человек, не верящий ни во что частное, ни во что бизнесовое. Он человек, верящий в государство, но пытающийся, как бы, ну, как вам сказать. Вот люди обсуждают, чиновников путинской администрации, в логике, кто сколько украл и кто куда запрятан. Это правда, но это не вся правда. Там есть и люди, ну, как вам сказать, идейные, с мыслями о том, что Россия великая держава, которая должна диктовать волю окружающим малым народам и вести их за собой в светлое будущее, что она собой образует, никто не знает, но куда-то вести. И эта вот миссийная идея, она присутствует. И Белоусов, он, скорее, из таких идей на сумасшедших, я бы так сказал. Но при этом, значит, сказать, что он там выдающийся администратор с огромными успехами в прошлом, я этого не могу. Он был ученым в Академии наук, он был исследователем независимым. Я участвовал в выделении ему, кстати, грантов на научные исследования за счет американского правительства. То есть он хороший, крепкий макроэкономист, один из немногих в России, кто понимает. Но он никогда не руководил никакими серьезными бизнес-процессами. А если брать его работу в правительстве, то она неудачная. Я тут в одном из интервью сказал, что Белоусов неудачный. Народ ахнул от этого определения. Но я объясню, почему я так сказал. Он ведь пришел на должность вице-премьера с очень большими планами. Он хотел стать, ну как бы вам сказать, антигайдаром. Он хотел стать новым великим реформатором российской экономики, собрав огромный денежный пул и проведя огромную программу новой индустриализации России. Вот это была его основная идея, что он соберет огромный массив денег и от лица государства, под эгидой государства, проведет огромные инвест-проекты, вдохнет новую жизнь в российскую экономику, и она воспрянет от морока вот этой самой частной рыночной экономики и двинется вперед с огромным успехом, и он в этом будет участвовать. Из этого ничего не вышло. Поэтому сказать, что за ним огромные успешные какие-то дороги, успешные проекты, ничего нет. Он пришел, он долго воевал с российской экономикой, с российским народом, с российской социально-политической системой, чтобы собрать эти деньги, а в итоге, когда эти деньги собрали, то их все потратили на войну, и никакой новой индустриализации в России так и началось. Поэтому представить, что он сможет что-то радикально изменить, мне трудно, тем более, что мы видим, что приходят в Министерство обороны один и голый, без команды. Он сейчас срочно начинает собирать команду. Если вы знаете, вот только что вчера, что ли, было уже... Отличное название для Романа. Один и голый. Вот, ей-богу, честное благородное слово. Знаете, мы ведь знаем, что успех делается командой. Вот когда вокруг топ-менеджера есть команда хороших соратников, то они могут многое сделать. А если ты один, то ты ничего не можешь сделать. Вот он пришел в Минобороны один, и сейчас он начинает лихорадочно собирать людей. Вот вчера был, по-моему, указ президента, или позавчера, о том, что освободили от должности одного из аудиторов счетной палаты и срочно перевели к Белоусу на должность, по-моему, замминистра обороны. То есть у него нет людей, а против него вся система Министерства обороны, вся, насколько мы понимаем, глубоко коррумпированная, глубоко порочная, и он должен бороться не только там за развитие экономики и развитие военного производства, но и бороться с коррумпированным окружением Министерства обороны. Ну, бог ему помощь, но я думаю, что Геракл против него, в общем, дитя, тут у него проблемы будут побольше, чем у Геракла с его конюшнями. Да и не похож он, конечно, на комиссара Катанию, ну, разве что Богородица ему поможет, не знаю, с которой он в таких хороших отношениях. Странная история, но я видал людей, людей, которые вот на этом как-то сильно сходили с ума. У меня был знакомый, который был очень известным игроком на фондовом рынке, валютном рынке, был дьяконом. Ну, Белоусов до таких высот не добрался, он, насколько я понимаю, всего лишь алтарник, то есть там немножко помогает во время богослужения. Но вот в это верит, этим занимается, встречается в церкви с какими-то людьми. Это от пустоты внутренней. Надо найти хоть какую-то основу, и он пытается найти в мыслях о величии России и в том, что он великий православный деятель, который вот поведет Россию вместе с президентом к великому будущему. Боюсь, что они приведут Россию к катастрофе. Вообще, я, конечно, сейчас мы продолжим с вами об экономике, но раз уж мы с вами заговорили, на меня произвело большое впечатление интервью какого-то митрополита российского, который сказал, рассказывая своей прихожанке, сказал ей, что она там жаловалась на мужа, он сказал, терпи, если не можешь убить, терпи. Я вдруг подумала, Игорь, что никогда еще, наверное, за всю историю, там, новейшую историю России, попы еще так не разгуливались, как они разгулялись в последнее время. В том смысле, я сейчас не хочу оскорбить всех священников, есть очень такие, знаете, люди на своем месте. Но в России церковь приобрела какую-то, у нее особая деятельность. Священники дают какие-то дикие совершенно интервью, какие-то лозунги провозглашают, знаете, полуаморальные, полуполитические. И это, ну, свершившийся факт вообще. Ну, то есть он не первый, который говорит такие вещи. Ну, Наталья, поймите, что у России нет идеологии. Она в этом смысле более голая даже, чем Советский Союз. У Советского Союза была хоть какая-то бредовая, но и идеология марксизма, ленинизма. Там были какие-то труды, какие-то тексты, какие-то идеи, они были бредовые, но они были. А у Путинской России вот никакой идеологической базы нет. Они бегают с криком, что нужно что-то придумать, что-то сделать, найти какую-то национальную идею. Сейчас они вдруг выяснили, что у них страшная проблема. Это все общественные науки, вся гуманитарная сфера. Они все как бы адаптированы были за последние 30 лет к мировой. Теперь это России не годится, и поэтому собрали срочное совещание с миру по нитке каких-то странных персонажей, чтобы они разработали суверенную основу для гуманитарных наук и общественного знания в Новой России. Идей нет, поэтому хватается за православие, за то, чтобы вернуться. Это уже, знаете, скорее по масштабам вмешательства в жизнь общества, 19 век. Я все время говорю, что Россия идет в прошлое. На меня народ сердится, говорит, ну и такого быть не может, человечество живет вперед. Я говорю, человечество может и живет вперед, а Россия живет взад. Это очень смешно. Но вот это слово взад, оно какое-то такое очень любное, любимое, потому что это вот именно такое яркое выражение, не просто назад, а именно взад. Вот это как раз тот образ, который для меня очень очевиден. Я когда-то начал говорить, что в России начинается перестройка минус. Мы идем за 85-й год, скажем, в начало 80-х, но уже сейчас понятно, что Россия не остановится и идет дальше. Может быть, куда-то в 70-е, может быть, куда-то в 19-й век. Вот по разгулу православия, по его вовлеченности в управление жизнью обществом, возможно, 19-й век, да, самодержавие, православие, но и вперед. Вот это как раз то самое. Ну, это же и есть сентимент. То, что, знаете, а вы говорите, что нет идеологии, мне кажется, идеология, она вот очень примитивная, но она есть, это вот эта энергия мужчине. Мы отомстим всему миру за то, что нас не любят. Вот, собственно говоря, и весь смысл, так сказать, сегодняшней общественной жизни России, как мне кажется. Ну, в общем, верно. Знаете, есть же высказывания российского императора 19-го века о том, что Россия – это военное государство, и его цель является устрашение окружающих народов. Ну, вот Россия сейчас вернулась в 19-й век с этой точки зрения идеологии, пытается всех опять подставить под свои знамена, заставить жить по своим правилам, и окружающие народы поэтому с ужасом вспоминают историю и готовятся воевать. Это беда, но это вот беда, в которую нас Россия сейчас загнала. Ну, да, и которую нужно осознавать. О заявлениях Ходорковского, знаете, ну, там можно по-всякому относиться к его там каким-то позициям на тему, что Украина уже проиграла войну, что там еще что-то. Но я хотела бы спросить по его экономическим датам, каким-то опциям. Вот он говорит, что потенциалы РФ и Украины – это несопоставимо совершенно. И тут Украина никак не может сражаться с Россией. Это, в принципе, понятно. И как вы считаете, означает ли это, что об этом идет речь не только у Ходорковского, скажем, условно говоря, но учитывая, так сказать, где он живет, что об этом и элита британская говорит и так далее, американская элита. И возможно ли обеспечить, как предложил Ходорковский, с вашей точки зрения, системное поступление средств для обороны Украины, ну, вот как процент от ВВП, от стран ЕС, США, вот как предлагает Ходорковский. Или это просто какие-то такие, ну, прекраснодушные предложения и мечты? Ну, он менеджер, он пытается найти какие-то рабочие схемы. Вопрос в том, насколько они реальны, это можно обсуждать. Я боюсь, что мы сейчас попали в ситуацию усталости от Украины, и это для Украины огромная беда. Третий год все это идет, и никто не ожидал так долго, и все восхищаются, конечно, мужеством украинского народа, но, с другой стороны, такое постоянное выделение денег на цели поддержки Украины для Европы тоже дело такое не сильно радостное. Поэтому это надо понимать, что существует, ну, как бы, вот предел жертвенности и в США, и в Европе. Это тяжелая фраза, я понимаю, болезненная, но вот полагать, что у этого предела нет, и будут всегда помогать, и всегда жертвовать, и всегда отделять от себя какие-то средства, не поддерживать своих бедных, своих больных, своих стариков, отдавать в Украину, это такая тоже некая мечта, которая может и не сбыться. Поэтому я понимаю, о чем говорит Ходорковский, что рассчитывать на бесконечную поддержку не получается, и в итоге, конечно, в Украину заставят идти на какой-то компромисс. Возможно, я не прав, но я об этом говорил еще в прошлом году, когда я, обсуждая будущее экономики России, говорил, что наиболее вероятный политический вариант это южнокорейский, это, конечно, беда, для Украины это тяжело, это страдание, это, в общем, глубокое зачарование нации, но я понимаю, что мир устроен несправедливо, мир устроен злобно, и Запад может вынудить Украину пойти на модель корейского перемирия, когда просто будет некая демилитаризованная зона, которая, возможно, будет взята под охрану НАТО, ну, возможно, такой вариант, и дальше будет территория России захвачена, и останется часть Украины. Я понимаю, что для украинцев это ужасно тяжелый вариант, ужасно больно, ужасно огорчительно, нет никакой гарантии будущего, но я напоминаю, что это еще не, ну, как вам сказать, знаете, был чудесный фильм, фантастический, про Торова, значит, как у них погибает их планета, и они улетают на последнем корабле, и один из них говорит, что планета погибла, мы все, и, значит, главный герой Тору говорит, наша планета, наш народ, это народ, а не планета. Вот народ Украины, это нечто большее, чем территории, и важно сохранить народ Украины. И если вспоминать, опять же, Корею, то мы должны вспомнить, что когда произошло вот это размежевание Северной и Южной Кореи, то Северная Корея как раз сохранила у себя всю промышленность корейскую, а юг был аграрным, отсталым, убогим. Но труд южнокорейского народа сделал страну богатой, успешной, прогрессивной, хорошо живущей, тогда как Северная Корея стала убогим населением, убогим гражданством, убогим государством, где периодически начинается голод, и нужно помогать им продуктами, чтобы они не умерли. Так что в этом смысле, да, потери территории очень страшно, очень больно. Согласие на прекращение войны без какого-то восстановления территорий для Украины будет очень тяжелым решением, но вот я боюсь, что другого решения просто нам судьба не даст. Работа санкций. Мы еще вернемся вот с вами к этой теме, да, о том, что может быть в будущем и с Украиной, и со всем миром. Я отдельный вопрос приготовила, но уже в финале на эту тему. Российские танкеры с нефтью простаивают месяцами, как пишут там Блумберг, как пишут другие ведущие СМИ. Говорят, что там около 50 судов попали под американские санкции 23-го года, и что у них нет возможности сейчас... Там речь идет о том, что ценовой потолок на российскую нефть 600 долларов, США за баррель. Он веден странами семерки, и им запрещают, если они ставят цены больше, запрещают это продавать. Насколько действенны эти санкции, или это просто где-то там 40 судов стоит и все? Насколько это вообще имеет все смысл? Ну, смотрите, вот уже третий год идет, и войны, и санкции. Мы понимаем, что санкции – это не одномоментное решение, это война. И в этой войне каждая сторона находит какие-то решения. Значит, когда ввели потолок, я сразу написал у себя в Фейсбуке, что это не будет работать, потому что этот механизм с очень слабой системой контроля. А я человек очень такой жесткий, привыкший вырабатывать алгоритмы, я методолог, и я сразу не увидел методологии контроля, значит, сказал, что это работать не будет, это, в общем, так и не работает. А теперь с кораблями. Почему получилось с кораблями? Потому что формально корабли под чужими флагами, не российскими, но вот компании, которые эти флаги предоставили, они обслуживаются на территории США. И поэтому через вот эту двойную цепочку удалось эти корабли заблокировать. Я думаю, что сейчас идет попытка эти корабли перевести на другие компании под другими флагами, которые не обслуживают США, чтобы эти корабли снова могли плавать. Еще раз, каждый из сторон ведет войну, адаптируется, подстраивается, учится. Мы это видим на поле боя, на поле санкций, это то же самое. Поэтому, кто победит в войне санкций, зависит от того, у кого будут более умные консультанты, разработчики, кто найдет более интересные механизмы ущемления противника, вот тот и победит. Что-то получилось, ну, скажем, даже бог с ним санкциями, по танкерам. Посмотрите, все-таки мы видим, что очень неплохо работают санкции по банкам. Это уже видно. Это действительно сильно ущемляет. То есть, мы вот нашли такую болевую точку, и по этой точке Россию ударяет, она вопит, стонет, и сделать почти ничего не может. Срочно обсуждает вопросы перевода внешней торговли на бартерные схемы, на перевозку денег, наличными. Я плохо представляю, как за поставку в миллиард долларов, ты повезешь миллиард долларов в чемодане, как-то, знаете... Это такой закат солнца вручную, знаете. Вот это какая-то странная конструкция. Но обсуждается, потому что, скажем, турецкий бизнес прям вышел в правительство с просьбой разрешить нам деньги получать из России в наличной форме и не вносить на счета в турецкие банки, чтобы не попасть в подсенции. Вот, то есть, ведет вот эта война, и это надо понимать, что это не разовое какое-то решение, а это вот некое постоянное. Я надеюсь, что на Западе тоже появятся квалифицированные специалисты по такой войне, и они сумеют ущучить, наказать Россию. Это, в принципе, возможно. Мы человек молодой, а я постарше, я хорошо помню, что в времена Холодной войны, скажем, НАТО создало такую структуру, она называлась КОКОМ, Комитет по контролю за экспортом в Советский Союз, и эта структура довольно хорошо перекрыла экспорт всей высокотехнологичной продукции в СССР, и это породило очень высокую отсталость, тяжелую, глубокую отсталость технологической СССР от Запада, и он начал проигрывать технологические годы. То есть, в принципе, это возможно. Но это зависит от того, сколь долго, сколь упорно Запад будет заниматься механизмом санкций, отражая какие-то маневры российского правительства, российского бизнеса. Ну, вы знаете, так как и мы все, что США и Европа хотят использовать проценты замороженных российских активов, уже вроде бы Конгресс даже проголосовал этот закон, но и там же идет речь о довольно больших цифрах. Я вчера прочитала, что вот эти 190 миллиардов евро, которые заблокировали в бельгийском депозитарии, это 3 миллиарда, собственно говоря, проценты. Это большая сумма довольно. И поэтому перед нами вопросы, когда это вообще будет происходить, для нас каждый день ценен, а несмотря на закон, они еще раздумывают, они там дискутируют, они говорят, нет, да, да, нет, конечно, надо бы, ну и так далее. Ну, поймите простую ситуацию, значит, Европа, ну, как бы, вот если поставить по скорости реагирование на ситуацию, то Россия на первом месте, США на втором, Европа на третьем. Россия вся подчинена одному человеку-президенту, делает то, что он велел, глупо, неумно, но делает то, что приказано и все исполняет. США лучше, потому что там все-таки одна федеральная власть, один президент, и он может много сделать, хотя тоже, как вы понимаете, Сенат и Конгресс ему сильно затрудняют принять решение. А Европа это вообще в какой-то степени тяжелейшая история, потому что много стран с разными политическими структурами, с разными внутрополитическими конфликтами и добиться какой-то единой политики в Европе безумно сложно. Она рыхлая, она не структурированная, она плохо согласованная, она поэтому упустила военную подготовку, и они сейчас лихорадочно только обсуждают, надо ли все-таки догнать военные расходы до 2% ВВП или все-таки 1,6% достаточно. Ну, вот это ну, как бы такая медленная система перестройки мышления, и она, конечно, совершенно по темпам неадекватна войне, но вот это та ситуация, с которой мы живем. Поправить это невозможно, и это некая угроза для Украины, которая реально существует. Игорь Владимирович, Украина без света. Вот начались те веерные отключения, о которых говорили довольно долго, до сих пор мы зиму прошли практически без отключений, но теперь они не начались, и там график отключения такой достаточно жесткий. Мы должны поднимать тарифы, мы должны все восстанавливать, это понятно, тут уже как бы обсуждать это хорошо или плохо нет никакого смысла возможности, но у меня вопрос к вам вот какой. За какое время, с вашей точки зрения, возможна децентрализация энергетической системы Украины, которая сейчас так необходима и нужна, вот для такого государства, как Украина, учитывая территорию там и все остальное? Тяжелый вопрос, потому что я не очень сейчас понимаю состояние российского государственного аппарата, я же получаю только очень какую-то отрывочную информацию, и она меня, ну как вам сказать, не очень радует, я ощущаю признаки усталости и разобщенности в украинском обществе, вы это знаете, наверное, лучше, чем я, но я не вижу такого единства, как было в первые месяцы войны, и представить, что Украина, вот как один организм, быстро перестроится, ну в общем, мне это довольно сложно представить, может быть, я пессимист, я думаю, что скорее всего будут какие-то попытки не столько децентрализации, сколько наладить какие-то энергомосты из Европы, это мне кажется более реальным вариантом поддержки Украины ближайшей зимой, но удастся ли это сделать, я тоже не могу сказать, что там можно перебросить из Украины, из Польши, я не знаю, но вот картина такая, мне кажется, наиболее реальная, потому что восстановить и перестроить экономику, когда продолжается по бомбежке, это довольно сложная история. Другое дело, что если, так сказать, будет заключено перемирие, уже хотя бы перемирие, то, может быть, начнется программа европейская восстановления экономики Украины, и вот тогда, может быть, появится другая энергетическая инфраструктура, более адекватная ситуация войны, чем та, которая была в Украине до сих пор. Но это уже только при прекращении боев. Поэтому, ну вот как бы понятно, что никакого перелома к лучшему в жизни украинского народа, пока идет боевая работа, пока идут налеты, пока идут ракеты, пока идут бомбы, наверное, сделать невозможно. И это вызывает ужасные опасения под поводу того, как украинцы будут переживать зиму. Поскольку я тоже считаю, что практически вся тепловая генерация Украины уничтожена, то это, конечно, очень страшно. В России хотят изъять полтора миллиарда рублей с счетов Ходорковского, уже которого мы сегодня вспоминали. Но почему я, собственно, об этом говорю? Потому что, кажется, с частной собственностью там вообще, ну, уже достаточно тяжело. Я считаю, что какие-то патронные заводы национализируют, у кого-то что-то отбирают. И этот процесс идет, ну, довольно быстро. Понятно, что это процесс, видимо, не национализация, а перераспределение собственности. Но, как вы считаете, то есть, как помните, как в известной советской комедии «Сядут все», говорил герой Попанова. Вот тут в данном случае «Сядут все», но я имею в виду, так сказать, мы не можем сказать, что у этих заберут, а у этих не заберут. Вы знаете, очень тяжелый вопрос вы задали, и очень масштабный. Я подозреваю, что действительно «Сядут все». Ну, давайте попробуем понять. Значит, Белоусов пришел переводить экономику России на военные рельсы надолго и глубоко. Я во всех интервью сейчас говорю, что назначение Белоусова – это знак окончания СВО и начала войны. То есть, СВО – это был наскок на имеющихся резервах быстро задавить Украину и решить проблемы ее подавления за короткое время. Это не получилось. Уйдет третий год. То есть, мы с вами, грубо говоря, сейчас уже вползаем в 44-й год, если переводить на хронологию Великой Отечественной войны. И для того, чтобы действительно осуществить перестройку войны, экономики на военный лад, нужно, в общем, ограничивать частную собственность. Потому что ты не можешь планировать, ты не можешь командовать, потому что у тебя единственный инструмент, который сейчас есть по отношению к частному бизнесу – это угроза уголовного преследования. Это уже сделано. Уже есть указы президента, по которым ты не можешь отказаться принимать военный заказ или не выполнить его полным объемом. Это уголовная ответственность. Но это все-таки недостаточно удобно. Все-таки советская экономика была полностью государственная. Приказал и пошел, приказал и изготовили, приказал и отгрузил. Значит, вот это сейчас в российской экономике с ее частными компаниями не очень хорошо. Поэтому вот возможно, что приход Белоусова будет ознаменовать начало такого этапа очень масштабного передела собственности и не только с точки перепродать кому-то и получить деньги для бюджета. Об этом мечтает министр финансов. Но и создать такой огромный как бы сектор еще больше, чем прежде государство. Он и раньше был немаленький. По разным оценкам доля госсектора валового продукта рассеет от 50 до 70 процентов. Разброс оценок в этом диапазоне. Но возможно, что он будет еще больше. И многие предприятия станут чисто государственные, будут работать по указанию, по плану, по разнарядке. Потому что иначе обеспечить как бы перевод экономики вот так масштабно на военное производство будет очень тяжело. Поэтому мы увидим как бы вот это разрушение. Я все время говорю, что вспоминайте о окончании НЭПа. Неплохо россияне жили в городах в конце НЭПа. Магазины были полные, все было красиво, все лоснилось. Читайте Петрова, читайте Болгакова. Это в общем более-менее видно. А потом все это в их раз и превратилось в такую советскую индустриализированную экономику с ограничениями свобод, с репрессиями и тому подобным вещами. И пятилетками, которые надо было выполнять под угрозой попадания в ГУЛАГ. Ну вот этот пример туда, куда Россия сейчас идет. Ну и дефицит плюс рабочие же силы. Я прочитала, что дефицит рабочей силы в 2023 году составил почти 5 миллионов человек. Ну учитывая там стариков и младенцев, да, это почти 10%. Вот. И причина мобилизации тоже произошло в Крокусе, изменение политики по отношению к мигрантам государственной, весь этот настрой против, я не знаю, таджиков, еще кого-то, которые сюда приезжают. И я так чувствую, что этот кризис будет только обостряться. Ну конечно, потому что в борту корабля есть дыра. Это гибель людей на войне. Мы об этом как бы не говорим. Обратите внимание, что никто из российских экономистов, живущих в России, вообще эту тему не затрагивает. Я вот читаю то, что пишут мои коллеги, и я, конечно, поражаюсь, они уже очень хорошо научились выживать в условиях России и не обсуждают какие-то схемы, какие-то конструкции, какие-то процессы, вообще не упоминают, что страна воюет, что в стране погибает мужчина трудоспособного возраста каждый день. Этой темы вообще нет, она выведена за поля, за скобки, она вообще не обсуждается, как будто вот просто идет некий экономический процесс, с некоторыми трудностями надо придумать, как их обойти. То, что страна убивает своих мужчин каждый день, это вообще не обсуждается. Поэтому, конечно, в России и раньше была очень плохая демографическая ситуация, мы и раньше ожидали сокращения работоспособного населения России просто в силу демографических вещей и смены поколений. Но теперь это все обострилось и эту проблему не решаем. Там президент ходит и бредит, что женщины должны рожать в России по 4-8 детей, но даже если они сейчас решатся на такой детородный подвиг, так это же через 20 лет эти дети появятся. До этих же времен дожить надо еще. А сейчас на рождаемость маленькая, что-то 1,5 и 2, 1,6, что-то примерно, а это, как вы знаете, сокращенный воспроизводство населения, потому что уже 2,1. Так что в любом варианте сокращения населения убыль трудоспособных пытается сейчас каким-то образом пенсионеров вернуть в производство, ну, не знаю. Начинаются попытки втянуть детей с 14 лет в производство на полных основаниях. Уже обсуждается, татария внесла предложение разрешить подросткам с 14 лет работать на вредных и опасных производствах. Вот, ну, куда ж деваться нет у людей, поэтому, что называется, подметают последние сусеки. Чем это кончится, я не знаю, но ничем хорошим не может кончиться, потому что при сокращении миграционного притока, причем, знаете, ведь с миграционным притоком тоже ужасно смешно. Наблюдать за российским госаппаратом это такая развлекуха нерасказанная, потому что одно ведомство говорит, надо не ввозить мигрантов, и Церковь российская православная говорит, нет, мигрантов завозить нельзя, они разрушают идентичность русского народа, а в другой ведомство одновременно ведет переговоры о завозе в Россию рабочей силы из Африки. Это совершенно все одновременно происходит, за этим наблюдать, вот ты попал в сумасшедший дом, где кто-то буйный, кто-то тихий, кто-то шизофреник, вот они все одновременно входят в правительство речи. Ну, вот тут как раз тот случай, когда в буйных настоящих довольно много. Я говорила вам о том, что мы вернемся к вопросам, вот, как идут воины, насколько они справедливы, чем они заканчиваются, заканчиваются ли вообще, я не знаю, видели ли вы уже этот сериал, который называется «Теория трех тел», если не видели, очень прям советую посмотреть, это по роману известного такого китайского писателя, но там основная мысль о том, не буду пересказывать сюжет, у нас нет ни времени на это, ни ничего, но основная мысль состоит в том, что люди на планете Земля не способны больше решать свои проблемы, им нужна помощь извне. И есть ли у вас вот это ощущение, знаете, вот приведу конкретный пример, в Конгрессе США пообещали вести санкции против руководства МУС, Международного Головного Суда, если он выдаст ордер на арест Нетаньяху. То есть Нетаньяху, каким бы он там ни был и что бы там ни было, сравнивают с Россией, с Путиным, который начал широкомасштабное вторжение в чужую страну и пролил реки крови. Израиль в данном случае защищался только. И вот таких примеров прям сотни, тысячи, миллион. И мы видим, как вот как-то, знаете, вот это прям на наших глазах происходит деформация, как в фильме ужасов, очень многих тех ценностей, которые в 20 веке считались еще незыблемыми. И такое ощущение, когда мы видим там судьбу западных демократий, видим, насколько они ослабели, ну и все-все, что мы с вами не раз обсуждали, возникает ощущение действительно и вопрос, а способны ли мы в принципе на сегодняшний день решать свои проблемы как человечество? глубокий вопрос и страшноватый, я бы сказал. Это надо копать очень глубоко и пытаться понять, откуда растут эти корни. Я бы вам сказал очень странный ответ на этот вопрос, что на самом деле судьба человечества была погублена во время Второй мировой войны. Это странный ответ, но я объясню. В тот период и Европа, и Россия потеряли так много людей, что начались какие-то необратимые процессы и они приводят к тому, что на мой взгляд та часть человечества, которая пыталась создать некие более гуманные, более цивилизованные механизмы работы, она очень сильно ослабла, сократилась, она начала разлагаться, она начала таять по численности, она начала погружаться в окружающие цивилизации и это будет означать, что вероятно мы увидим такой действительно закат западной цивилизации, какого мы еще никогда не видали, все говорят, этого быть не может, но все забывают, что в истории был закат и греческой очень развитой цивилизации и закат римской цивилизации, так что мы это все проходили и на мой взгляд, как раз ситуация такова, что может быть человечество сохранится и оно будет решать проблему, но несколько в рамках другой религиозной системы, других взглядов, других представлений, а вот то, что вы сейчас себя идентифицируете западной, скажем, христианской или иудейской цивилизации, оно может и проиграть, это, к сожалению, для человечества, потому что мы не знаем, что придет на смену и, скорее всего, не очень хорошо. Я, знаете, вот вы мне про теорию трех тел, а я вам говорю о том, что посмотрите очень любопытно на вот эти фильмы «Планета обезьян». Это тоже про эту же тему, когда, в общем, человечество проигрывает обезьяну, потому что… Да, вот вспомните, тоже посмотрите, это тоже некий прогресс. У меня есть теория, которой я свято верую, что кинематограф обладает некой футуристической функцией и фильмы очень часто предсказывают будущее. Надо мной народ смеется, но я считаю, что это так и есть. И вот этот, сейчас четвертый фильм выходит, да, Павел? Вот как раз это вот некий такой ответ на то, что может произойти, и совершенно не обязательно более развитая в технологическом плане цивилизация обязательно побеждает менее развитую, но зато более агрессивную цивилизацию. Вот мы сейчас, по-моему, переживаем именно этот период, как это не травматично служит. Так и есть. Посмотри наверх, это же была визия, предвидение того, что будет дальше происходить, например, с Соединенными Штатами и с многими другими. Спасибо большое. С вами, как всегда, интересно. Отдельное спасибо за поддержку Украины. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова